Сегодня православная церковь чтит память одного из первых и лучших русских иконописцев преподобного Алипия Печерского. С младых лет родной обителью был ему Киево-Печерский монастырь. Греческие мастера, что расписывали в то время Печерскую церковь, обучили молодого и очень способного инока иконописанию. Он никогда не оставлял трудов своих, лишь только ради богослужений. А так все время писал иконы, восстанавливал обветшавшие, обновив тем самым множество храмов. И все делал абсолютно даром. И как сам преподобный обладал даром чудотворений, исцелив однажды больного проказой, помазав раной больного своими красками, так и многие иконы, написанные святым Алипием, прославились как чудотворные. Ведь иногда ему помогали писать сами ангелы Божьи. Однажды один киевлянин, построив церковь, поручил заказать для нее иконы двум инокам. Но иноки оказались недобросовестными, и утаив у себя деньги, заказ преподобному так и не передали. Очень долго ждал киевлянин свои иконы, и не утерпев, обратился с жалобой на святого Алипия к игумену. И тут-то все и выяснилось, что никто и не слыхивал об этой работе. Но когда принесли доски, которые когда-то передавал заказчик для икон, оказалось, что на них уже написаны прекрасные лики. И когда позже церковь эта сгорела, иконы в огне остались невредимыми. Помог святому иконописцу ангел, и когда тот уже находился при смерти, написав икону в честь Пресвятой Богородицы. А после того ангел принял душу преподобного Алипия. Было это давным-давно, в 1114 году. И с тех пор мощи святого Алипия покоятся в ближних пещерах Киево-Печерской лавры. 30 августа. День памяти преподобного Алипия Печерского. Субтитры создавал DimaTorzok